Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM. 13.05 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает исполнительный директор компании «Ажи Финанс» Константин Кропенев. Константин, добрый день. Добрый день. Ну что, доллар 63.74, евро 72 с копейками. На сайте хакерова.ру Александр вам задает вопрос. Кто-то предрекал осенью заметный рост валют. Шмайлик. Что теперь скажете? Я обычно довольно корректно отношусь к каким-то рекомендациям по курсу валюты. И тут, мне кажется, Александр немножко не прав. И нужно давать конкретно это когда, что я сказал. А вырвать из контекста, мне кажется, это не совсем правильно. То есть ты не помнишь, что ты говорил, что будет валюта расти осенью? Нет, она, валюта будет расти. То есть, опять же, я и так же сейчас считаю, что, допустим, что через месяц доллар будет стоить дороже, чем стоит сейчас как бы. Почему? Ну, есть определенные предпосылки для этого. Ну, какие гражданам интересно, ведь отпуска начинаются. К примеру, летом начнутся выплаты дивидендам, а так как у нас очень большое количество акционеров это иностранцы, соответственно, они рублевые дивиденды будут конвертировать валюту, то есть, соответственно, вырастет спрос на валюту. То есть ты основишься на том, что по нашим компаниям пойдут дивиденды, и держателям акций, которыми являются иностранцы, будут выплачиваться они, и они будут здесь у нас конвертировать валюту. Да, то есть, естественно, рубли, я думаю, что не так интересно, то есть они будут конвертировать эти рубли в валюту, то есть будет, так скажем, определенный спрос. А это сильно может повлиять? Ну, я не думаю, не сильно, то есть это буквально, то есть это может повлиять на рубль на два, то есть это не в два, не в три раза. То есть для обывателя, который едет в отпуск, это не так существенно, рубль и два? Ну да, да, возможно. Опять же, я считаю, что в следующем году, скорее всего, мы увидим цифру 70 рублей за доллар. Снова 70 рублей за доллар? Ну да, то есть тоже для этого есть определенные предпосылки. Какие? Ну, потому что в следующий год там идут довольно большие выплаты, опять же, наших российских компаний по погашению валютных долгов. Соответственно, чтобы гасить валютные долги, то есть компании будут вынуждены где-то эту валюту брать, покупать, то есть опять увеличится как бы некий спрос на валюту. Но также я опять же считаю, что, скорее всего, нефть дальше расти вряд ли будет, то есть она будет корректироваться, что также может привести к определенному снижению российского рубля. И тут надо еще такой момент сказать, что вот в отличие от некоторых, так скажем, аналитиков, которые, ну, так либо иначе дают какие-то свои прогнозы по рублю-доллару, то есть я за свои прогнозы отвечаю в том числе и своим рублем. То есть если у меня есть какое-то понимание, что будет происходить с долларом, будет он дешеветь или дорожать, соответственно, я совершаю какие-то финансовые операции, и, соответственно, если я прав, я на этих финансовых операциях зарабатываю. Если я оказываюсь неправ, то есть такое тоже бывает, то есть я на этих финансовых операциях теряю деньги. Ты работаешь на бирже с валютой. Ну да, соответственно, я работаю с валютой на бирже, и, соответственно, если у меня есть прогноз, то есть я свой прогноз так либо иначе пытаюсь реализовать. А давай вернемся к первому пункту о краткосрочном росте цены валюты. Ты говорил о том, что валюта может вырасти на рубль-два в каком горизонте? Месяц, два месяца? Ну, месяц-два. В июле-августе? Да, ну, понимаете, то есть рубль-два при нынешней волатильности валюты это совсем немного. То есть если сейчас доллар стоит ниже 64 рублей, то буквально там полтора недели назад он стоил 67. То есть сейчас, понимаете, если раньше, там, 3-4 года назад, там, колебания в рубль-два, это как бы считалось довольно серьезное изменение курса рубля по отношению к доллару, то сейчас колебания там в 2, в 3, в 4 рубля, это как бы... Это нормально в порядке вещей. Это в принципе в порядке вещей. А тогда пункт 2, выплаты крупных компаний по долгам валютным в следующем году когда начнутся? Когда ждет этого роста? Ну, там, в течение всего года. Ну, просто по этому году там сумма по выплату по внешним долгам, по компаниям, она не высока. А по следующему году она, по-моему, раза в 3 больше, чем по этому году. И это начнется прямо вот с января, что ли? Ну, почему с января? А когда начнутся выплаты? Ну, как нам сориентироваться? Свет, тут никогда не угадай, то есть простому обывателю не нужно вот про эти вещи, как бы это, условно говоря... Даже и думать. ...думать и заморачиваться. То есть если у вас это на самом деле в курс долларов волнует по какой-то причине, вы просто, ну, на самом деле откройте либо валютный вклад, либо купите немножко там долларов, либо евро там, и снимите себе вот как бы эту определенную напряженность. А разве не приобретается, наоборот, напряженность? Вот думаешь, то ли закрыть этот вклад, то ли открыть и держать, по-моему, это стресс сплошно. Я не угадаю, то есть это даже, ну, аналитики, то есть есть статистика по аналитикам, что вероятность их прогнозов, она близка к 50%. То есть, соответственно, то есть... Это как с рекламой. Ну, получается, да. Получается, да. Не знаешь, что на самом деле сработало. Поэтому тут не нужно про эти вещи, как бы, ну, заморачиваться, то есть есть стандартные варианты диверсификации, то есть это какие-то рублевые вклады, валютные вклады, то есть... А я не просила тебя это посмотреть, но, может быть, ты как-то в последнее время занимался, что у нас с валютными вкладами в стране происходит, тенденцию не знаешь, количество их увеличивается, уменьшается сейчас. Сейчас. Это имеется в виду ставка по валютным вкладам или... Нет, население сейчас вообще открывает валютные вклады или все-таки не вмешивается... Я думаю, что сейчас население будет в большей степени переходить именно на рублевые вклады. На рублевые вклады. Потому что, ну, большинству населения все же некомфортна процентная ставка, которую дают банки. То есть банки сейчас дают по валютным вкладам на уровне 1,5-2%. С чем это можно сравнить, эти проценты? Нету спроса на валюту. Ну, соответственно, если банк берет... Неужели кто-то под такой процент открывает банк? Открывают? Нет. Ну, понимаете, если, условно говоря, у вас там тысячи долларов, конечно, там полтора процента с тысячи долларов – это копейки. Но если у вас, условно говоря, миллион долларов, то вам как бы... у вас другого варианта нет. Вам либо вот этот миллион долларов складывать в сейф и платить за аренду этого сейфа, либо класть в этот же там крупный банк и получать там полтора процента. Константин Кропенев, исполнительный директор компании «Ажи Финанс», раскрывает нам секреты финансовой жизни предприятий и людей. А что с предприятиями, кстати говоря? Если люди, действительно не обладая миллионами долларов, могут забить, что называется, на эти валютные вклады, то в чем предпочитают сейчас предприятия хранить свои деньги в банках? По статистике получается, что все равно где-то порядка 40% актива в банках – это все же валютное накопление. То есть это валютное накопление как предприятий, так и физических лиц. То есть доля валютных накоплений, она слишком высока, так скажем, в российской банковской системе. И, соответственно, крупные банки, вот Забербанк в прошлом месяце как раз пошел на то, чтобы снизить интерес к валютным ставкам и начал, ну, один из первых, начал снижать ставки по валютным вкладам. А почему это невыгодно банкам, чтобы вкладывали? Ну, соответственно, опять же, если банк берет валютный депозит, ну, допустим, под эти же 2%, то ему, соответственно, нужно кому-то эту валюту дать в кредит. А, соответственно, если раньше предприятия, ну, более охотно, чем сейчас, брали валютные кредиты, то сейчас предприятия стараются валютные кредиты не брать. Из-за того, что курс валюты волатильный? Да, во-первых, они не понимают, что будет как бы с долларом через год-два, во-вторых, предприятия в большинстве не понимают, куда они хотят инвестировать эти деньги, то есть куда они, как они будут дальше эти деньги, условно говоря, крутить и зарабатывать, во что они будут инвестировать. То есть есть ощущение, что предприятия наши вообще не представляют себе, что их ожидает через 2-3 года и мыслят перспективой меньше, чем пятилетка. Да, то есть это как бы вот, это наша реальность, что сейчас инвестиционный процесс, он в бизнесе, он очень сильно как бы снизился, то есть у людей есть деньги, то есть люди хотят их инвестировать, но они не понимают, куда эти деньги инвестировать. Ну вот мы выложили на сайте твои посты, которые ты размещал в Фейсбуке, оба они 2 июня, и вот, кстати говоря, про инвестиции, ты выложил пост, в котором подвел некие итоги по деятельности крупных предприятий региона за 2015 год. Ты тут говоришь, что предприятия крупные, промышленные, как раз не спешат вкладывать деньги в инновации, и приводишь пример завода Лепси, и даже говоришь, что они хранят на депозитах около 500 миллионов рублей, они инвестируют их. И вопросом задаешься, почему компании так поступают? Ну, дальше ты действуешь как дипломат, выдвигаешь такие версии, что то ли идей нет, то ли специалистов, то ли не умеют работать на конкурентных рынках и надеются только на госзаказы. А сам-то ты лично к чему склоняешься? Ну, тут, скорее всего, все три фактора эти работают. Это же точный дипломат. Нет, ну, понимаете, сейчас все говорят, что нужно какие-то инновации, нужно развивать производство. Не все говорят, а это говорят президенты правительства. И говорят уже очень-очень долго про инновации и про развитие производства. Я думаю, и крупные предприятия понимают, что это надо как бы делать, единственное, что они не понимают, как, то есть они понимают, что надо развивать инновации, но как их развивать, они не знают. И зачем самое главное они не знают, наверное? Ну, почему, то есть, ну, тут не все так просто, вот, условно говоря, если даже вспомнить какой-то там опыт там 20-летней, так скажем, давности, вот этот же вспомни, то есть на этом же заводе «Маяк» делали микроволновки. Помнишь, что такое? Не помнишь. А, допустим, на Горького 5, где сейчас офисный центр, там огромный цех построен, это было построено по производству швейных машин с зингертом электрических. То есть, вроде бы все сделали, то есть построили цех, закуплено оборудование, но так и не получилось. Так и не получилось создать какой-то качественный конкурентоспособный продукт. Создать качественный конкурентоспособный продукт, который мог бы конкурировать с какими-то с импортными аналогами. Очень и очень сложно. А ты можешь сейчас прямо вспомнить, навскидку, и привести яркий, позитивный пример того, что там решили создать и создали в Кировской области? Куда же в городе Кирове уже? Сейчас я дам тебе полторы минуты, пока у нас реклама на подумать. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Заглянул к нам сейчас Володя Сметанин и сказал, что камеру-то мы не поставили. Нет нашего редактора Ани Лапшиной и все рушится. Но мы сделаем заставку с фотографии Константина на нашем сайте. Так что не ошибетесь, и запись программы вы прослушаете. И, кстати говоря, сможете туда после того, как прослушаете заново, в обсуждении написать, какие продукты в Кирове, в Кировской области за последние 5-10-15 лет стали выпускаться и выпускаются успешно и приносят прибыль. Я дала полторы минуты Константину Кропневу, чье особое мнение мы сегодня слушаем. На подумать ты придумал? Ну, честно говоря, в промышленности я таких инноваций, честно говоря, не вспомнил. Есть интересные примеры в пищевой промышленности. Допустим, это же переоборудование завода Вятич. То есть там идет громадное перевооружение. То есть они там новый цех по производству класса строят. Это же пример с фудзаводом. То есть я там тоже не так давно был на этом фудзаводе. В принципе, да, то есть это реальный прорыв. Да, прорыв-то прорыв, идея прекрасная, но не скажешь, что это превратилось в некую империю заработания денег. В том-то дело, что мало того, чтобы построить что-то, то есть нужно и даже научиться выпускать продукт, надо еще научиться этот продукт продавать. То есть я так понимаю, что фудзавод пока не может выйти на окупаемость и, по крайней мере, загрузить свои мощности. А по фудзаводу же там история такая, что он действительно может благодаря своим мощностям большие заказы выполнять. Но мы знаем, что такое в нашей стране большие заказы. Все говорят о том, о чем ты тут упомянул как раз. Какие-то госкорпорации, большие компании, может быть, частные компании. Вот это вот заказы. А за них, конечно, большая идет борьба, и даже не важно, что у тебя продукт более высококачественный. Если, мне кажется, может быть, ты меня сейчас опровергнешь, если у тебя нет человека, который твой продукт протолкнет повыше и тебе эти заказы достанет, то вряд ли. Ну, к сожалению, да, это такая российская действительность, что выйти на какие-то госкорпорации, получить хорошие действительно какие-то контракты, потому что, ну, к сожалению... То есть можно ли назвать наш рынок конкурентным действительно? Ну, к сожалению, вот одна из проблем бизнеса, что у нас рынок не является конкурентным, не является рыночным, и, соответственно, наш бизнес, он умеет конкурировать внутри только нашей страны. То есть нашей страны, допустим, этот же завод Липси, он, да, он, возможно, делает неплохую продукцию для самолетов, но, с другой стороны, он делает это локальную продукцию. Если бы его продукцию покупали, там, допустим, Boeing, Airbus, это был бы совершенно другой уровень, как бы. А он конкурирует, ну, там, скорее всего, чисто условная конкуренция. Идет, и, соответственно, он не может сделать какую-то более... Этот же, там, допустим, какой-то энергоинструмент, не может... То есть эти же, там, насосы водолей, которые, там, они уже выпускают, там, больше 20 лет, они тоже, так скажем, теряют рынок сбыта. То есть они с китайским продуктом уже конкурируют к нему? Ну, они даже, почему нет, они не обязательно с китайским, то есть, насколько я понимаю, по насосу водолея они, там, конкурируют с другими российскими компаниями, которые делают более качественные, более дешевые продукты. Ага. Вот такая у нас ситуация сейчас, да? А деньги-то есть у Лепси. Деньги есть. А куда вкладывать, не знаю. Ну, это к тому, что Минэкономразвитие недавно, так скажем, запустило такую идею, что одним из возможных источников финансирования инновационного развития должны быть деньги компании. Ну, то есть, по идее, вообще есть, ну, три кошелька, то есть в России, как бы, есть три кошелька. Это кошелек государства, то есть это, вот, так скажем, этот фонд, ну, то есть фонд национального благосостояния, там, это есть деньги граждан, которые хранятся на депозитах, ну, и, соответственно, деньги компаний. То есть у государства денег осталось, к сожалению, не так много. То есть в обоих фондах, там, порядка, по-моему, там, порядка пяти триллионов долларов, как бы, пяти триллионов рублей, как бы, находится. То есть это деньги совсем немного. То есть если даже сравнить с банковскими депозитами физических лиц, то есть там, по-моему, порядка тридцати триллионов. То есть это, ну, на порядок больше. Ну, соответственно, опять же, как заставить наших граждан, чтобы они... Никак. Ну, никак. Получается, что никак. И они не превратятся в бизнес-ангелов, это точно. Да, то есть получается, что весь тот финансовый рынок, который мы, как бы, пытались... То есть государство говорит предприятиям, теперь, друзья, давайте-ка сами. Попробуйте, но, опять же, получается, что дело не все в деньгах, то есть даже при том условии, что если даже деньги есть, даже не нужно брать кредиты, предприятие, ну, может быть, даже ты правильно, по крайней мере, более-более осторожно подходят к расходованию денег. То есть они, не знаю, ну, мне нечем объяснить то, что, допустим, на депозите на самом деле хранится, ну, полмиллиарда рублей уже больше года. А как ты считаешь вот эта ситуация сейчас с эмбаргой, практически изоляцией по многим продуктам, я не имею в виду только еду, естественно, да, любые другие там направления, в том числе и станки, и там машиностроительная какая-то продукция, вот то, что прославляли в течение двух с лишним лет, что вот это теперь повод заняться импортозамещением и совершить прорыв, ты этот прорыв сейчас видишь на примере кировских предприятий? В пищевой промышленности, да. То есть в пищевой промышленности идет реальное перевооружение, то есть они выходят на совершенно другой уровень каких-то технологических процессов, то есть там у них есть и новое оборудование, то есть новые технологии, то есть там действительно есть чем похвастаться и есть на что посмотреть. С промышленностью, ну, тут тоже как бы предприятие на предприятие не приходится, то есть если есть какие-то, ну, допустим, этот же Уралхим, то есть они же тоже делают довольно серьезное перевооружение производства. Ну, надо сказать, что Уралхим и до этого был одним из лидеров мировых вообще, да, производителей удобрений. А по другим примерам, ну, не знаю, то есть тут очень много таких... Машиностроение, например. У нас ведь до сих пор несколько машиностроительных заводов, тут же Лепси. Не видно, что импортозамещение, этот курс каким-то образом им помог. Нет, нет, нет. Ну, это им не помогло, это им не помешало, то есть им помогло только то, что увеличились вливания в авиационную промышленность и появились дополнительные заказы со стороны предприятий, которые производят авиационную технику. Ну, либо производят, либо ремонтируют авиационную технику. То есть если говорить про ракетный завод, так, ну, честно говоря, еще непонятно, чем вся эта история как бы закончится с ракетным заводом. То есть мало того, что надо же построить, надо же еще научиться выпускать продукцию, потому что, насколько я понимаю, сейчас они занимаются исключительно сборочным производством, они там не производятся. А еще ведь, наверное, непонятно к тому времени, когда построят и научатся, вообще понадобятся или... Ну, согласен, ну, то есть тем более таких примеров якобы импортозамещения, в принципе, довольно много, в том числе неудачных примеров на территории Кировской области взять, допустим же, завод по переработке крови. То есть все построили, все красивенько, то есть как бы и вот, и что? Что дальше? Да, ну, либо, допустим, это же промпарк в Вятских полянах, когда там несколько сотен миллионов потратили на строительство забора, а забыли сделать качественную канализацию. То есть ее стоит пустой. Забыли сделать, да. Да, а между тем Всемирный банк улучшил прогноз по развитию экономики России. Вот позитивчико сейчас добавим в наш с тобой разговор здесь. Всемирный банк улучшил показатели, об этом говорится в России по ВВП, говорится в июньском докладе банка «Глобальные экономические перспективы». Россия в этом году ожидает небольшое падение, зато с 2017 по ВВП в 1,2%, что меньше, чем планировалось ранее. В 2017 году ожидается рост экономики на 1,4%, в 2018 на 1,8% и далее, и далее. Ты веришь в такой прогноз? Ну почему бы и нет? Ну даже посмотреть вот ту информацию, которую собрал по крупным акционерным обществам, то есть я ее подбирал не специально, а просто посмотрел те предприятия, у которых выручка больше 1 миллиарда рублей. Получается, ни одного предприятия в 2015 год не закончилась убытком. То есть все закончились, ну за исключением одного предприятия, которое работает в строительной отрасли, ну там тоже понятно, почему у них упали объемы. У всех остальных идет рост объемов производства, идет рост прибыли. То есть российская экономика, она такая штука-то хитрая, то есть она умеет приспосабливаться к таким, так скажем, совершенно как бы к разным условиям существования. То есть если, допустим, там 2013, 2014, 2015 год были какими-то шоковыми годами, сейчас все равно, ну по крайней мере, то есть мы приспособились уже к текущей ситуации. А что это значит, что мы нащупали дно? Ну дно не дно, но по крайней мере мы начинаем жить в новых условиях, и мы понимаем эти новые условия. И соответственно под эти новые условия бизнес пытается спрогнозировать какие-то такие, ну такие общие мировые тренды, там общероссийские тренды, и соответственно там, ну складываться, допустим, в какие-то определенные направления, которые при текущей ситуации там с курсом доллара будут, ну так скажем, ну перспективны на ближайшие там несколько лет. Между тем, в докладе Всемирного банка, о котором сейчас мы ведем речь, сказано, что страна, Россия, с трудом приспосабливается к сохраняющимся низкому уровню цен на нефть, торговому эмбарго, геополитическим проблемам. Все это, по мнению организации, я цитирую, с углубляется жестокой, жесткой налогово-бюджетной и денежно-кредитной политикой. Вот насчет налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики за последнее время было много сказано здесь в этой студии. В частности, предприниматели хором говорят, что, например, в целом в России не будем говорить, но в Закировской области говорят о том, что условия работы с нашей налоговой для многих слишком тяжелые, и многие перерегистрируют свои фирмы за пределы нашей области. Ты такую тенденцию тоже наблюдаешь? Нет, согласен, что в большом городе затеряться сложнее. Здесь, в Кирове, так либо иначе, практически любое предприятие, если оно что-то производит, и там есть какие-то необороты, оно как бы на виду. Соответственно, оно попадает под косвенное наблюдение со стороны всех органов, в том числе и налоговое. Если же у вас такое же предприятие с таким же оборотом бизнеса будет находиться в Москве, либо даже в той же Казани, так про вас, скорее всего, никто не вспомнит, потому что там предприятия гораздо крупнее, и в первую очередь налоговики работают именно с крупными предприятиями. То есть ужесточение бизнеса, оно как бы идет, да, то есть люди не привыкли платить налоги у нас в стране. А получилось так, что тут для бизнеса сложилась такая как бы немножко как бы патовая ситуация. С одной стороны, начались менять, серьезно изменились экономические вот все вот взаимоотношения, связанные с ростом курса доллара, и в то же время усилилось давление на бизнес со стороны бюджета. То есть предприятия стали заставлять так либо иначе платить налоги. И у налоговиков появились механизмы контроля деятельностью за предприятиями. А ты это считаешь, что это цивилизованное развитие процесса, и бизнесменам все-таки придется пересмотреть свои отношения? Да, нет, это все правильно, это все как бы цивилизованное. Единственное, что это получилось, что одновременно, то есть получается, с одной стороны падают объемы производства, то есть предприятия, то есть люди не знают, куда как бы инвестировать, как развивать свой бизнес. С другой стороны, с каждым днем так либо иначе усиливается давление государства на этот бизнес за счет каких-то различных законов. То есть не очень вовремя? Ну, не очень вовремя, при том там очень таких много маленьких нюансов, из которых как бы складывается общая картина. Которая для бизнесмена, бизнесменам кажется не слишком приемлемой. Да, то есть увеличивается, то есть за последний год, допустим, опять для мелких предприятий ввели ежемесячную какую-то дополнительную отчетность. С одной стороны, это вроде бы пустяк, но с другой стороны, это тоже нагрузка на бизнес. То есть, при том, даже нагрузка для бизнеса такая идет как бы и косвенная, что, допустим, даже сейчас банки, прикрываясь борьбой с легализацией, так скажем, денежных средств, вводят там какие-то повышенные тарифы для перечисления денежных средств на счета физических лиц. Прикрываясь. Да, но по большому счету это прикрываясь. То есть, условно говоря... То есть, они использовали ситуацию. Ну да, то есть, если, условно говоря, там обычная платежка в адрес другого юрлица стоит, к примеру, 20 рублей, то, чтобы перевести деньги на счет физлица, то есть это стоит, к примеру, 1%. То есть, это совершенно разный подход. Сейчас прижемся на короткую рекламу. Напоминаю, что это особое мнение Константина Кропанева, исполнительного директора компании АЖФинанс. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Программа «Особое мнение» в эфире. У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение высказывает исполнительный директор компании АЖФинанс Константин Кропанев. Я доклад Всемирного банка не то чтобы специально искала к нашей программе, а мне подсказала наша служительница Ольга, которая оставила этот вопрос и ссылку на сайте haker.ru. Она, кстати говоря, в догонку, буквально полторы минуты, и такой экспресс-ответ, может быть, написала. Но мы уже сказали, что в связи с чем, вы думаете, Всемирный банк улучшил такой прогноз по экономике России. А дальше она спрашивает, как это скажется на кировчанах. Снится ли инфляция, станет ли больше рабочих мест, вырастут ли зарплаты, можно ли развязывать пояса. Тут же опять про нефть. То есть инновационной экономики не дождаться нам, это мы ответили, но раз все налаживается и без нее. Но самое главное тут, кстати говоря, вырастут ли зарплаты, снизится ли инфляция и будет ли больше рабочих мест. Ну если быстро, инфляция, по всей видимости, будет снижаться. По рабочим местам и по зарплате тут вопрос гораздо сложнее. То есть я думаю, что жить легче не станет. То есть конкуренция увеличивается, конкуренция увеличивается на межрегиональном уровне, конкуренция увеличивается на международном уровне, и даже конкуренция у нас увеличивается в том числе даже с роботами. То есть мы сейчас стоим на таком этапе, что буквально через 10 лет очень много может что-то измениться. То есть появятся у нас, условно говоря, беспилотные автомобили, и появится там миллион безработных водителей. В России-то беспилотные автомобили? У нас электрокарты никак появиться не могут. Какие беспилотные автомобили? Мне тоже, условно говоря, если 30 лет назад сказали, что у меня будет прибор с размером с коробкой сигарет, и я смогу там по нему получать любую информацию, и при том ещё разговаривать и смотреть видео, я бы тоже не поверил. Так разве это всё создаётся не для того, чтобы жить стало как раз легче? Ты говоришь, жить легче не станет. Нет, ну с одной стороны, кому-то будет жить легче. Но не нам. Кому-то, но вряд ли нам. Потому что, на самом деле, мир меняется очень быстро, и, к сожалению, мы не успеваем, мы отстаём, мы не успеваем к всем этим мировым процессам просто-напросто приспособиться. А есть очень хороший способ, Кость. Можно изолироваться от мира, как это уже раньше происходило. Занавес повесить, и всё, и жить по старинке. Ну, либо, как предлагает Герман Стерлингов, уехать в деревню и печь свой хлеб. Тоже как вариант. И печь свой хлеб. Да, ну, значит, жить легче не станет. Не станет больше рабочих мест. Правильно я тебя поняла? Да, не станет. А вырастут ли зарплаты? Зарплаты в ближайшее время, я думаю, что тоже не вырастут. Тоже не вырастут. То есть развязывать пояса никогда не нужно. Всегда нужно быть в форме. Расслабляться, то есть не нужно. И вот, к сожалению, то, что сейчас происходит, это происходит из-за того, что мы в последнее время слишком расслабились, была дорогая цена на нефть, и нам было необоснованно легко жить. Ничего себе. Мы-то думали, что мы только-только начинаем жить как люди, а оказывается, что мы необоснованно хорошо жили. Я даже могу посмотреть на нашего звукорежиссёра. Жил ли он хорошо, хочется спросить. Я согласен, что у всех по-разному. Допустим, я был прошлым летом в этом же Стамбуле, то есть снова по уровню жизни страна сопоставимая, но я такого количества лексусов не видел, которые находятся в Кирове. То есть я думаю, что на весь Стамбул лексусов меньше, чем на один город Киров. Да, между прочим, число безработных в Кировской области с начала года выросло на 30%. Об этом отчитала и служба занятости буквально вчера. Но там, скорее всего, не число безработных, а число зарегистрированных в службе занятости. Я посмотрел определенную статистику, получается, что сейчас у нас уровень безработицы составляет 5 с небольшим процентом. То есть это, во-первых, на уровне мировых стандартов в Штатах примерно такой же уровень безработицы. И такой низкий уровень безработицы в России за последние 15 лет был только в 2007 году, в один из самых удачных периодов развития российской экономики. Накануне одного из самых неудачных периодов. Накануне, да, очередного, так скажем, финансового кризиса. Но тут, опять же, интересную статистику увидел. По Кировской области число активного населения, которое так либо иначе занимается бизнесом, работой экономически активного населения, за 15 лет в Кировской области снизилось на 20%. То есть это огромная цифра. Представьте. Это те люди, которые создают наш бюджет, наше благосостояние. Да, которые работают, которые приносят какой-то доход, платят налоги. То есть это на 20% снизилось количество людей, так либо иначе принимающих... Там, наверное, как раз говорится о той демографической яме, которая была в свое время в 90-х и сейчас, казалось, да, и плюс кризисы. Нет? Ну, в том числе это. Получается так, что, да, это, во-первых, и демографическая яма, и, скорее всего, то, что экономически активное население просто-напросто уезжает из нашего региона. Уезжает из Кирова. Какие бы ни были причины, мы потеряли 20% этих людей, и это не могло не сказаться на развитии нашей экономики. Ну, естественно, да. Ну, такая тоже печальная... Ну, представьте, то есть если бы у нас экономически активное население как бы не снизилось, то есть уровень безработицы был бы, ну, на порядок бы выше. А, тут есть и хорошее, да, здесь. Есть и хорошее. Хорошо, ладно, окей. Есть еще одна штука, которую хочется мне с тобой обсудить. Это полегче уже такая тема. 27 июня стартует первая смена детей из Кирова в нашем лагере в Крыму. Вот ты своего ребенка, младшего, старший-то у тебя уж в лагерь не поедет, младшего на каких условиях отправил в такой лагерь бы? И отправил ли бы вообще? Ну, скорее всего, отправил. Я думаю, что это очень хорошая, в принципе, инициатива. То есть я думаю, что это для многих семей единственный реальный шанс отправить ребенка на море. То есть если, допустим, на всю семью денег не хватает, чтобы вывезти всю семью на море, то это хотя бы отправить ребенка на море. Ты знаешь, я вот тут даже посчитала, я свою дочку собираюсь отправить даже не с собой, а со своей сестрой, и в довольно там недорогой бюджетный отель. У нас гораздо выше получается цена. Я отправляю своего ребенка в Ишкель на специализированную семену. У меня путевка, то есть я заплатил за путевку 20 тысяч рублей. То есть это не сильно дешевле того, что как бы предлагает тот лагерь, который находится в Крыму. И, к сожалению, то есть тоже у меня есть такой неприятный пример, что, к сожалению, количество родителей, которые могут позволить себе отправить детей в пионерские лагеря, значительно уменьшилось. У меня жена работает в школе, просто такая общая статистика. То есть раньше, если в классе до 30% детей ездили так, либо иначе ездили в пионер-лагеря летом, то в этом году из 26 человек только 4 человека поедут в пионерские лагеря. То есть остальные 22 человека будут слоняться либо по улице, либо будут в деревне к бабушке. Новый вид у нас отдыха получается. То есть а чем родители мотивируют? Ведь, наверное, опрос какой-то проходил, что они не направляют? Нет, то есть это без комментариев. 4 человека из 26, вместо 30%. Могут позволить себе отдых в пионерских лагерях. А это, кстати, следующая уже тенденция, которая будет касаться наших пионерских лагерей, лагерей отдыха для детей, которые и так не очень хорошо себя чувствовали в Кировской области. Вряд ли у них будет какой-то, видимо, потенциал для развития, раз такое небольшое количество людей готовы отправиться. Ну, дорого. Но представьте, 20 тысяч рублей я получу за путевку. То есть я себе это могу позволить. Но если, допустим, семья зарабатывает в месяц, условно, 50 тысяч рублей, то 20 тысяч рублей уже отдать сложно, затратно. Совершенно верно. Да, ну вот это грустно, конечно. Еще один пост хочу я вспомнить, который ты разместил в Фейсбуке. Это тоже пост от 2 июня, и он есть на сайте хакирова.ру. Ты в нем акцентируешь внимание на развивающуюся тенденцию переноса крупными богатыми компаниями и управленческие функции бэк-офисов регионы. Условно. То есть мы гордились тем, что у нас компания Ростелеком открылась. Правильно я помню, да? Ну и Ростелеком, и Росгустрах. И Росгустрах. Росгустрах последний. Открыли свой офис в Кирове, и мы, наши власти, рапортовали, что это очень здорово, и мы тоже так считаем, считали, что это здорово, потому что новые рабочие места. С другой стороны, ты в своем посте говоришь, что то, что открыли у нас, это рабочие места, рассчитанные на низкоквалифицированную рабочую силу. А то, что открывается, например, в других городах, и это очень хорошо, высококвалифицированно. То есть у нас дешевая получается рабочая сила, низкие зарплаты в Кирове, в то время как ближайшее окружение к Москве получает более высокие. Ну так, может быть, это нормальная тенденция? Просто до Кирова ехать далеко? Ну, это просто тенденция, и, соответственно... Или ты имеешь в виду, что у нас, в принципе, потенциала нет рабочего? Насчет потенциала, тут, понимаешь, свет, вопрос, что было в начале, яйцо или курица, условно говоря. То есть либо появляются хорошие оплачиваемые рабочие места, и, соответственно, к нам приезжают специалисты. Так мы же зачем нам приезжать специалисты? Мы хотим, чтобы наши специалисты зарабатывали много и были хорошие. Ну, по крайней мере, не уезжают. По крайней мере, не уезжают и развиваются. А так получилось, что за последние 10, не знаю, 15 лет практически все центры принятия решений в бизнесе, они ушли за пределы региона. То есть все крупные предприятия, там, Уралхим, там, не знаю, там, Шинозавод, там, Кирскабель, там, АЦМ. То есть менеджмент находится, то есть весь менеджмент, который принимает какие-то стратегические решения, они находятся за пределами, ну, Кировской области. То есть, соответственно, это же, допустим, ТГК, ну, то есть бывшая Кировэнерго, когда они все свои операционные центры перенесли в Пермь. Т-плюс. Ну, в Т-плюс. То есть получается, с одной стороны, это такой, ну, понятный процесс, когда бизнес оптимизирует свои, ну, бизнес-подразделения, и где-то в одном месте все это как бы организует. Но они это организуют не в Кировской области, а за ее пределами. Да, они организуют это все за пределами Кировской области, и получается, что у нас снижается спрос на высококвалифицированных специалистов. То есть можно, да, то есть можно смириться с этим. Понятно, что, допустим, вот в июне месяце этот же ГМК Норильский Никель открыл серьезный операционный центр, перенес из северного региона, из Мончегорска, перенес в Саратов. То есть понятно, что в Саратове и климатические условия гораздо все же лучше, чем высокому менеджменту работать поприятнее в Саратове. Поприятнее, то есть и река пошире, условно говоря, то есть поинтереснее, поприятнее. Но тогда надо просто с этим как бы смириться и понимать, что у нас будет регион, где будут востребованы именно низкооплачиваемые специалисты. И, соответственно, под это дело подстраивать и в том числе систему обучения и образования. То есть зачем нам, допустим, в политехе учить математическое моделирование? То есть у нас никому... То есть вы заранее готовите специалистов на выезд, получается? Да, то есть проблема в том, что в Кирове они будут не востребованы, то есть у нас нет, так скажем, таких задач, как бы. А тех знаний, которые они получат на базе нашего института, скорее всего, им не хватит, чтобы получить высококвалифицированную работу где-то в других городах. То есть они ни в Кирове, ни в других городах не имеют силы применения? Получается, да. Может быть, проще учить каких-нибудь продавцов финансовых продуктов, условно говоря, салузов. Это будет, по крайней мере, востребованное. То есть это колледж такой уже получается? Ну, колледж, не колледж, но, по крайней мере, когда человек отучится там, он уже поймет, что он будет трудоустроен, он будет понимать, какую он зарплату будет получать, и у него, по крайней мере, понятно, для чего он тратит некое количество денег и времени. Это хорошая, интересная идея, что касается основы обучения и квалификации кадров. У нас вчера буквально был разворот на бизнес, посвященный кадрам, и там тебя вот с такой-то идеей не хватало. Надо будет как-нибудь вас столкнуть лбами с представителями нашего опорного вуза. Хотя, может быть, вы найдете там много общего и сделаете какие-то правильные выводы, а то еще и идеи. Спасибо большое. Это было особое мнение Константина Кропанева, исполнительного директора компании «Ажи Финанс». Я, Светлана Заньку, прощаюсь с вами. До свидания. Особое мнение на 101FM